добрый день тема нашего сегодняшнего блога навеяна реальными событиями которые произошли с сыном моих друзей проясним что о чем идет речь итак ребенок за три дня до бар митвы ломают руку ему делают операцию баруха шем слава богу операция прошла успешно но его левая рука в гипсе выше чем локоть на примерно 10 сантиметров зафиксирован в этом состоянии поскольку перелом был в районе локтя и и там есть фиксация внутренняя с помощью либо шурупов либо каких-то штырей и поэтому ребенок должен находиться в этом фиксированном состоянии выше локтя теперь задается вопрос так это его левая рука где ребенок должен накладывать филин ведь основная вещь которая начинается быть с бар митвы это его обязанность соблюдать все заповеди торы но как бы весь праздник он с тфилином да он начинает надевать филин за месяц до бар митвы а в тень бар митвы в утро после бар митвы он становится обязанным по закону торы говорить шма и одевать филин и вот ребенок не знает родители его не знают как он должен одет филин ну прежде всего в чем проблема можете сказать во первых у него есть если он ребенок сломал левую руку него есть правая рука почему нельзя одеть на правую руку оказывается есть такая лоха есть такой закон что тфилин должен быть одет на слабую руку а вторая рука сильная рука в данном случае если он пишет правой то его слабой рукой считается левая вторая рука она просто как нога это не то что на вторую руку можно надеть если нету левой руки да то правая рука не место для накладывания тфилин окей возможно задать вопрос ну хорошо можно одеть тфилин наложить тфилин прямо на повязку прямо на гипс это правильно действительно так ребенок и делает сейчас пока гипс не сняли вопрос есть у нас такая лоха что тфилин должны быть наложены на тело нельзя наложить тфилин на повязку еще на брура приводит что если человек одевает ему холодно например и он одевает тфилин прямо на свитер кто скажу нужно делать тфилин на руку да на может быть один может фильм на свитер мишна бру говорит нельзя почему потому что есть такой закон стилин должны быть одеты на телу и ничего не должно разделять между телом и тфилин потому что иначе это называется хацца преграда между тфилин и тело этот закон оха цица у нас есть во многих вещах например когда человек делает на целатый даем моет руки а у него на руке краска да то тогда его на целатый даем не кошер почему потому что вот эта вот краска которая здесь у него на руке она является преградой для воды которая должна мыть его руку то же самое женщина которая окунается в микву и не только женщина мужчина который окунается в микву во времена когда существует храм ему нужно пойти в храм и принести жертвы просто в современной реальности мужчинам никогда не нужно по законам тора окунуться миг вы только женщины должны окунаться микву по закону торы для того чтобы быть чистыми для семейной жизни с супругом так вот женщина которая например должна окунуться микву и у нее на руке какое-то пятно это пятно заметно и она хочет его смыть и она окунается с этим пятном то это что это окунание считается что они действительно и даже если нет пятна краски например если есть лак на ногтях этот лак начал отколупываться да он уже не цельный если он цельный то на за мы говорим что все что для красоты не является хотеть то есть если лак этот покрыт на ногтях и он хара в хорошем состоянии не начал уже отходить то тогда с этим лаком с в хорошем состоянии можно окунуться но если лак начал отходить есть какие-то места где он откололся то тогда нужно снять весь лак почему потому что в таком виде с такими руками она не пойдет и не покажется в обществе да окей теперь что делать с тфилиным оказывается с тфилиным хацыца для тех кто считает что это преграда это еще строже почему потому что если мы говорим про окунание в микву и про омывание рук то там есть такой закон который называется что если есть в меньшинство площади на которую человек не обращает внимание он с этим может выйти в общество такое такое прерывание такая преграда не считается преградой будут филин такого нет поводу филин есть геморравт трактатами находов который написано мы видим что там весь филин должен что находиться на теле человека что же делать здесь с вопросом про этого ребенка вопрос такой у него нет другой руки да у него нет возможности надеть филин куда-либо еще то тут есть такой интересный момент есть оказывается мнение ражба ражба говорит что одевать филин нет по этому поводу за к запрета хацыца до прерывания то есть сам факт что на теле ребенка есть человека есть этот филин даже если есть что-то что его прерывает в случае когда нет другого выхода это мы опираемся на это мнение ражба ражба говорит в принципе нет понятия хацыца и в этом случае когда действительно нас нету выхода мы опираемся на мнение ражба и поэтому закон такой ребенок должен одеть филин прямо на гэвис да более того есть еще мнение которые говорят что поскольку эта часть его тела теперь то это считается не хацыца это не прерывание не преграда почему что так выглядит сейчас его тело это его а другие говорят его же тело не чувствует наложение тфилин нет такой закон нет такого закона что нужно чувствовать да так вот филин одевается на гэвис но поскольку мнение на 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 гипс да прошу прощения на на гипс но поскольку мнение ражба не мнение всех мудрецов поэтому две два благословения говорятся на головной тфилин мишна брура говорит про про ситуацию обратно когда у человека есть здоровая рука и у него все время он ходит в шапочке чтобы не простыть так он говорит в таком случае если он боится простить он может одевать тфилин прямо на шапочку но все благословлению должен говорить на ручной тфилин а в нашей ситуации когда у этого ребенка у него есть эта травма он может одеть тфилин прямо на гипс а два благословления сказать на головной тфилин вот такая вот аллаха которая к сожалению с одной стороны радостное событие у наших друзей мальчик стал бармитца с другой стороны вот такая вот неприятность перед бармитцовой такая травма она привела вот это все это стечение обстоятельств привело вот к этому блогу который мы выяснили для того чтобы знать какой закон будет в этой ситуации всем желаем всегда быть здоровыми но таро есть таро и знать мои должны спасибо большое